Давайте продолжим нашу игру и попробуем ответить на тот вопрос, который был задан в переживании. По поводу возможного механизма действия замороза местного обезборья. На примере, допустим, старого, сейчас почти не употребляющегося, на лакогене. Отлично. Для этого, чтобы понять, как снять боль, надо хотя бы слегка себе представить, а как воспринимается боль. В норме. Итак, какого типа рецептора могут воспринять то, что вы называете боль? Механо-рецепторы. Механо-рецепторы. А бывает боль от химического ожога. Ну да, это их. А от термического ожога? Да, это их. А, то есть для каждого типа боли у вас свой тип рецептора. А почему ощущения возникают? Ну, боли – это реакция на разрушение клеток. О, уже интереснее. Неважно, каким образом клетка была разрушена. Изменением температуры, воздействием химических веществ, воздействием физических факторов. Важен факт – клетка разрушена. Как засечь это состояние? Как можно определить моменты места разрушения клеток? Потому что увеличение каких-то веществ, которые в норме могут содержаться только где? Только внутри клетки? Только внутри клетки. То есть эти вещества, косфолепидная основа мембрана, проводят или не проводят? Правда. Они не проводят? Не проводят. Они еще больше вышли. Это понятно? Хорошо. А нормальные транспортные белки, насосы и каналы для этих веществ есть или нет? Думайте. Ваша задача – засечь моменты разрушения клетки. Нет. Нет. Итак, клетка синтезировала некоторую группу веществ. Так? Косфолепидная основа мембрана не проводят. Белков и каналов для этих веществ нет. В смысле, насосов и каналов для этих веществ нет. Вопрос. При каком условии эти вещества могут появиться в межплеточной жидкости? При разрушении мембраны. Только при разрушении мембраны. Важно, из-за чего произошло разрушение клеток? Нет. Совершенно не важно. В любом случае, мембраны разрушены, вещества оказались в межплеточном пространстве. Если мы там ставим хеморецепторы на эти вещества, в какой момент он будет срабатывать? Когда клетки разрушены. Понятно, как организовано восприятие разрушения клеток. То, что мы с вами ощущаем, как боль. Теперь вопрос. Как заблокировать этот механизм? Нужно затыкнуть что-нибудь. Что затыкать, помимо? Канал, который там... Ага. Значит, у нас есть клетка рецепта, настроенная на некоторое вещество, которое появляется вокруг нее, в том случае, если клетки вокруг разрушены. Идет понятно? Отлично. Как эта клетка будет реагировать на эти вещества? Понятно, что в мембране у нее должны стоять эксплуатные продукты. Если искомое вещество появляется, долг вступает с ним в связь, активируется и запускает серию процессов, приводящих к открытию натриевого канала. После того, как местный натриевый канал открыт, что становится неизбежным? Натриевый спайк. Спайк. Возник спайк, все редко отметлено. И ваши перебуют. Так, вопрос, как заблокировать систему? Заблокировать позадки рецептора. Конечно. Ввести вещество, которое присоединяется к вот этой площадочке рецептора, активнее, чем первоначальная сигнальная. Если вы это вещество ввели, так, все площадки рецептора оказываются заняты. Сможет ли этот рецептор отреагировать на болевой сигнал? Нет. Нет. Разрушение рецепток есть, а ощущения боли нет. Да. А почему при холоде боли утихаются? Так. Да, действительно есть такой феномен. Скажите, пожалуйста, что со скоростью обмена при падении температуры? Да. Обмен изменится. Если обмен замедляется, так, то скорость биохимических реакций в клетках как меняется? Плюс к этому, как изменится скорость диффузии вот этих веществ, которые вызывают ощущение боли по межклеточной жидкости? Если вы просто понизили температуру этого участка тепла. Как изменится? Скорость диффузии. Замедлится. Что будет с интенсивностью подходящего сигнала? Вот того сигнала, который подходит к клетке. Вы заметили эти, друзья? Замедлится больше времени. Замедлится больше времени. Значит, заединиться у времени то же самое количество молекул будет достигать рецепторов. Больше или меньше? Меньше. Меньше. Что с ощущением боли? Уменьшилось. Вы уменьшили силу уходящего сигнала? Ощущение боли у вас ослаблено. Соответственно, если бы существовал какой-нибудь еще способ замедлить температурное движение молекулы, ну какие-нибудь магические, я не знаю, N-лучи. Я взял облучив N-лучами магическими лучами участок тела и на нем скорость диффузии упала. Как это скажется в частности на расприятие боли? На этом участке? Поместим. Поместим. Сигнал-то сюда заходит за счет дефузии. Идея к полету? Ребят, на самом деле физиология, в отличие от психологии, вся сводится к физике и химии. Причем я стараюсь выйти на такой уровень, чтобы объединить все процессы, но не выходить за рамки того, что вы знаете по физике и химии, но не использовать сверхтяжелый научный инструментарий. Потому что на самом деле для первого уровня объединения в этом нет необходимости. Все вполне срастается, используя, ну в общем, не сверхсложные модели. Идея-ка понятна? Да. Я ответил на ваш вопрос? Чудесно. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов.